С электричеством марка Lamborghini уже экспериментировала. Вспомним гибридный концепт-кар Asterion 2014 года или проект электромобиля Terzo Millenio двухлетней давности. Но серийное воплощение последовало только сейчас. Lamborghini Sian, что на баллонском диалекте значит «вспышка». Это вариация топового авентадора SVJ, но с собственным углепластиковым кузовом. Атмосферный двигатель V12 сохранил распределённый впрыск, но форсирован на 15 лошадиных сил. В роботизированную коробку встроен электромотор, который помогает мотору на разгоне и на скоростях до 130 км в час. А питается он не от литиво-ионных батарей, а от суперконденсаторов, которые весят всего 34 кг. Sian выпустит тиражом 63 экземпляра в честь года основания марки Lamborghini. Неофициальная цена – 2,5 миллиона долларов. И все машины уже заказаны. К автосалону во Франкфурте компания Hyundai приготовила третье поколение малолитражки i10. Машина стала чуть крупнее предыдущей и максимальный размер колёс увеличен до 16 дюймов. Трёх- и четырёхцилиндровые бензиновые моторы известны по прежней модели. Оба атмосферные с распределённым впрыском и сочетаются с пятиступенчатой механикой или простым роботом такого же диапазона, который пришёл на смену автомату. Для однолитровой версии можно заказать эко-пакет с растянутыми передаточными числами в коробке, двухместным задним диваном и маленькими 14-дюймовыми колёсами. На европейский рынок i10 выйдет к концу года, а в России едва ли появится, чтобы не мешать продажам родственного Kia Picanto.